Здравствуйте! Мы продолжаем разговор с Анатолием Тимофеевичем Фоменко об авторском методе анкет-кодов. Результаты его применения подробно представлены в экспозиции Мультимедийного музея новой хронологии в Ярославле. В Мультимедийном музее новой хронологии в зале «Эпоха Христа» расположен модуль, рассказывающий о методе анкет-кодов. В модуле сравнительное жизнеописание Иисуса Христа и византийского императора Андроника I Камнина на интерактивных экранах представлены наиболее яркие совпадения в их биографиях. Также в этом зале посетители могут узнать, кто вычислил дату Рождества Христова и когда появился известный нам способ записи дат. Анатолий Тимофеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Очень рад вас видеть и наших слушателей. Анатолий Тимофеевич, я хочу напомнить нашим зрителям, что вы и Глеб Владимирович Носовский, применяя метод анкет-кодов, обнаружили 124 отражения Иисуса Христа в исторических документах и литературных произведениях. В нашей прошлой передаче вы рассказали о наложении биографии византийского императора Андроника I Камнина на жизнеописание Иисуса Христа. Сегодня я прошу вас рассказать еще об одном главном отражении Христа в великом русском князе Андрее Боголюбском. Да, спасибо за это предложение. Это действительно очень важный сюжет. И хочу сказать, что он связан даже не столько с религиозной историей нашей цивилизации, а с ее фундаментом, с ее основами. Дело в том, что дата Речиства Христова лежит в фундаменте нашей хронологии, поэтому то, что мы сообщаем об адронике Христе Андрея Боголюбском, это сведения, которые нам важны для более глубокого и правильного понимания всей нашей истории. Эту тему вкратце обозначим так. Великий князь Андрей Боголюбский XII века. Как мы выяснили, это Иисус Христос во время ее пребывания во Владимиро-Сузовской Руси XII века, где он провел большую часть своей жизни. Князь Андрей Боголюбский – это знаменитая личность в русской истории. В частности, считается, что он является начинателем нового государственного порядка, первым русским князем, который стремился к установлению единодержавия и самодержавия. Так описывали его деятельность наши историки XIX века. Тот факт, что жизнеописание Андрея Боголюбского накладывается на жизнеописание Иисуса Христа, Андроника Христа, был обнаружен с помощью методики анкет-кодов. Конечно, мы не будем сейчас подробно перечислять все пункты анкет-кодов, а остановимся на некоторых ярких сюжетах, которые хорошо объясняют обнаруженное наложение. Начнем с того, что в начале жизнеописания Андрея Боголюбского наряду с ярким наложением обстоятельств его рождения встречается сюжет, который дал большой вклад в историю избиения младенцев по приказу царя Ирода. Оно описано в Евангелиях. В русской истории этот сюжет отразился как убийство юных князей Бориса и Глеба с их молодыми придворными по приказу князя Святополка Окаянного. Здесь Святополк Окаянный, его деятельность дала большой вклад в жизнеописание царя Ирода Евангельского. Я напомню, что по Евангелиям царь Ирод отдал приказ своим солдатам отправиться в Вифлеем, и чтобы устранить претендента на трон, чтобы убить юного Иисуса, царя Иудейского, отдал приказ перебить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, как сказано, от двух лет и ниже. Заменитая история, которая нашла свое отражение в огромном количестве изображений христианских, картин, фресок, мозаик. Вот, например, одно из таких изображений – избиение вифлеемских младенцев. Вот еще одно. Они представлены во множестве музеев, во множестве храмов Западной Европы. У нас на иконах. Вот еще одно изображение – избиение младенцев. Что же послужило частичным, по крайней мере, оригиналом этой истории? Это история Бориса и Глеба. Двух юных князей и их придворных, которые были убиты вместе с ними по приказу Святополка Окаянного. Недаром, кстати, Святополка именуют Окаянным. Это царь Ирод в освящении русских летописей. Я напомню, что умирает великий князь Владимир Святой, и к власти приходит Святополк Окаянный, который сел на его трон. Однако народ и солдаты, воины очень любили юных князей Бориса и Глеба. Они были любимцами народа. Ну и, по-видимому, считались естественными претендентами на трон. Глеб был младше Бориса, и Борис и Глеб были совсем юными. По летописи только-только вышли из юного возраста. Святополк решил устранить Бориса и Глеба и их соратников, чтобы избежать претендентов на трон. Тайно вызвал к себе советников, военачальников, отдал приказ убить. Убийцы отправились, нашли Бориса и Глеба. Сначала они убили Бориса. Довольно подробно описано жестокое убийство солдатами Бориса и Глеба. Вот перед вами икона. Здесь изображены пара святых наших знаменитых Бориса и Глеб. А после убийства Бориса солдаты Святополка Каянного убили и, как сказано, много других отроков, которые были вместе с ним. Ну, а потом они отправились и нашли Глеба. Сначала окружающие Глеба отроки хотели защитить его, но это им не удалось. Вот это миниатюры из «Повести временных лет», «Разливиловская летопись». На этой миниатюре показано убийство Глеба. На первой миниатюре было убийство Бориса, а вот это показано убийство Глеба. Одроки Глеба схватили за оружие, но сразу несколько из них были убиты. Убийцы схватили Глеба, зарезали его. Было очень жестокое убийство, показано на миниатюре, как убийцы зарезали юного Глеба, юного князя. Дело было вынесено из лодки и брошено в лохом лесу. И это злодейское убийство отразилось во многих сказаниях русской истории, в летописях. И так прямо говорили, что святополк избивает братьев, избивает юноши, избивает младенцев. Вот сюжет, который, повторяю, дал заметный вклад в историю евангельского царя Ирода и избиение внефеенских младенцев. А теперь давайте посмотрим на составленную нами схему хронологическую, на которой представлены основные события, связанные с Андреем Боголюбским, то есть с Христом во время ее пребывания на Руси. Ну вот справа даты жизни Андрея Боголюбского. Он родился примерно в 1111 году и считается активный период его деятельности на Руси с 1146 по 1175 годы. Убийство Бориса и Глеба отнесено в русских летписях ошибочно на несколько десятилетий раньше. Вот где расположена эта история. Вот Владимир Святой Креститель, вот святополк Окаянный, он же царь Ирод. Вот здесь убийство Бориса и Глеба, евангельское избиение младенцев. Мы уже знаем хорошо, что в русской истории сдвиг на сто лет присутствует. Более того, мы его обсуждали, когда говорили о ошибочном смещении даты Рождества Христова из середины 12 века в середину 11 века. Тот же сдвиг мы видим и здесь, в русской истории, примерно на сто лет вниз. То есть события, связанные с святым Владимиром Крестителем и убийством Бориса и Глеба, надо поднять вверх примерно на сто лет и наложить на события с середины второй половины 12 века. Здесь же отмечен Юрий Долгорукий, отец, как считается, Андрея Боголюбского. Его жизнеописание составное, слоистое. В нем оказывается, как тоже обнаружила методика анкет-кодов, есть элементы сказаний о царе Ироде. Хронисты путали эти сюжеты, поэтому в некоторых сюжетах Юрий Долгорукий как бы находится в конфликте с Андреем Боголюбским. Это мы увидим чуть позже. Вот схема, мы к ней будем, надо возвращаться, чтобы было понятно, где все это расположено на оси времени. Ну, а теперь мы перейдем к отмеченному здесь сюжету, называется условно «Тайное бегство Андрея с образом Богоматери». Это вторая середина 12 века. Событие очень известное в русской истории. Андрей Боголюбский тайно от Юрия Долгорукого и от его придворных бежит, скрывается, опасаясь за свою жизнь. Тайное бегство Андрея Боголюбского с образом Богородицы, как считается сегодня, от Юрия Долгорукого. Это, как мы обнаружили с помощью методики анкет-кодов, тайное бегство Иисуса вместе с Марией Богородицей от злого царя Ирода. Летописи наши говорят об этом довольно откровенно, хотя не очень подробно сообщается, что в этот период времени Юрий Долгорукий вызвал большую ненависть в народе. И его очень не любили, и очень многие хотели видеть главным князем Андрея Боголюбского. В итоге возник конфликт, и Андрей Боголюбский был вынужден бежать из столицы, опасаясь за свою жизнь. Бежит тайно. Известно следующее, что в этом бегстве он взял с собой образ Богородицы, чтобы этот образ защитил его от опасностей, на которые рассчитывали его преследователи. Он бежит тайно от Юрия Долгорукого, не спросил его разрешения. Как говорится, бежит в Сузовский край, во Владимир. Он сюда тайно прибыл, когда скрылся из Вышгорода. Этот побег комментаторы многочисленные описывают как беспримерный побег из Киевской Руси, как мы понимаем, на самом деле из Царьграда. Как говорит Ледопись, он бежал от зла там творившегося. И этот побег сопровождался особым Божьим благословением. Итак, Андрей Боголюбский бежит, вскрываясь от врагов, от Юрия Долгорукого. Далее очень интересно описание образа Богородицы, который сопровождал Андрея с этого момента и во многих важнейших событиях его жизни. Приезд иконы к Богоматери на Русь, как сегодня считается, это, как мы обнаружили, отражение реального события, приезда самой Марии Богородицы, матери Иисуса Андрея Боголюбского на Русь. Причем в 1155 году, как считается, происходят несколько чудесных явлений, связанных с этим образом. Они очень интересны. Суть дела, вкратце, очень проста. Русские летописи говорят, что икона Богородицы является как бы живой, она одушевленная. Она сама собой, как говорит летопись, выходила из Киота. В первый раз виделась стоящей среди церкви. Потом, когда якобы икону переставили на другое место, она сошла с этого нового места, она обратилась лицом в алтарь, она ходила по церкви. Все это сегодня преподносится как некие чудесные события, связанные с иконой. На самом деле, как мы понимаем, это отражение того, что наши летописи, обрабатывая старые документы, старые записи, видели в этих документах живую Марию, которая сопровождала своего сына Андрея Боголюбского. Летопись сообщает о втором чуде, что Богоматерь явилась к Андрею со свитом рукописи в руках и завещала дальше не ехать, поэтому они остановились во Владимире. Опять же, летопись говорит, что это, дескать, икона подсказала Андрею такое решение. Как мы понимаем, речь идет о поступке, который совершала Божья Матерь, сопровождавшая Андрея в его бедствии. Эта икона, считается, стала для Андрея руководительницей заступчивость в его предприятиях. Причем она уходила тоже вместе с Андреем, подвергаясь опасности. Дерпись говоря, что сама икона подвергалась опасности под преследователем Андрея Боголюбского. Затем чудесные события, связанные с иконой, повторяются. В 1169 году, вот здесь посмотрим на классическое изображение бедств святого семейства, это гравюра Дюрера. Следующий сюжет русской истории, повторяю, тоже связан с подушевленной живой иконой Богородицы, с Андреем Боголюбским. В 1169 году, считается, Божья Матерь обратилась лично к Иисусу Христу с просьбой не штурмовать Новгород. А Андрей Боголюбский тут же согласился. Это очень яркий сюжет. В этом году Андрей Боголюбский направил войско для взятия Новгорода. Городу подошла огромная рать Андрея. Город стал защищаться, закрыл ворота, защитники поднялись на стены. Но войско Андрея, поступившее, было настолько большим, настолько сильным, что защитники города испугались. Они не рассчитывали на спасение. И тут внезапно, как пишет летопись, Божья Матерь отвратила святой лик от нападающих и обратилась к городу, и слезы падали из ее очей. И архиепископ Илья в Новгороде воскликнул, что это замечательное дивное чудо, как может икона источать слезы. И обратился напрямую к Марии, царица, ты даешь нам знамение, что таким образом ходатайствуешь перед сыном твоим и Богом нашим Иисусом в избавление города. И эта просьба Марии спасла город. Считается, что рать Андрея Боголюбского отступила от города. Андрей Боголюбский согласился, как пишет летопись, с просьбой иконы и оставил осаду Новгорода. Это событие считается дивным заступничеством Богородицы за Новгород. И, кстати, именно в честь этого события стал знаменитый наш праздник, знамение Божьей Матери, который поныне празднуется 27 ноября. Вот яркий сюжет, в котором, повторяю, хотя летописи говорят об иконе, проглядывает подлинное событие с середины XII века, участие Марии Богородицы и Андрея Боголюбского, Христа, в событиях на Руси, осаду Новгорода. Мария попросила своего сына оставить осаду, и эта просьба была удовлетворена. Отождествление здесь Иисуса с Андреем Боголюбским вполне прозрачно. Недаром летописи отмечают, что Андрей отнесся спокойно как бы к поражению своей рати. Ну, понятно, поскольку он удовлетворил просьбу Матери Марии Богородицы. Вот еще одна наша икона, показывающая это знаменитое событие становления иконы Знамени Божьей Матери на стенах Новгорода, и войско Андрея отступает от города. Пойдем дальше. Перейдем теперь сразу. Я пропущу дальнейшее наложение по методике анкет-кодов жизненописаний Андрея Боголюбского на жизненописание Христа и Андроника Комнина. Перейдем к заключительной сцене, а именно к мученицкой смерти Андрея Боголюбского. Как и в случае с Андроником Комниным и с евангельским писанием, в столице вспыхивает недовольство знати против Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский, оказывается, тоже, как и его дубликаты, вызвал огромное раздражение, недовольство знати столицы. Андрей вынудил знать такую реакцию, благодаря, как считается, новой и необычной политике на Руси. Но, в частности, он тоже очень ограничил влияние бояр, вызвал этим их огромное недовольство. Вследствие этого началась, как пишет летопись, лютая смута во всей Судовицкой стороне. Но Андрея быстро прекратил, для прекращения смуты действовать решительными суровыми мерами. Одних бояр недовольных он заточил, других изгнал вообще из края, не только из столицы. Причем, более того, он внес раскол в царскую семью. Он не остановился перед изгнанием родных братьев Мстислава и Васильяка с племянниками. Они удалились из столицы. Таким образом, сложился слой знатий, которая была очень возмущена поступками Андрея Боголюбского, и сложился заговор. Это нам все знакомо по жизнеописанию Андроника Комнина. И в Евангелии говорят о том же самом. Сложился заговор против Иисуса Христа. В русской истории русские летписи называют в качестве главного вдохновителя заговора Петра Кучкова, Кучковича. Он сначала был соратником Андрея, но потом возглавил заговор. В число главных заговорщиков вошло около 20 недовольных Андреем. Произошло ночное совещание, на котором было решено убить князя Андрея Боголюбского. По Евангелиям мы знаем, это ночная сцена, когда Иуда приводит римских солдат ночью в Диссиманский сад, указывает солдатам на Христа. Христа арестовывают. Апостолы Иисуса стараются некоторые воспрепятствовать аресту. Апостол Петр ударом меча отрубает ухо одному из нападающих. Это описано в Евангелиях. Множество народов пришло арестовывать Иисуса. Андрей Боголюбский находится ночью в своем дворце, в своей спальне. Заговорщики врываются ночью и жестоко мучают, убивают его. Причем очень ярко подчеркивается сюжет. Жена Андрея Боголюбского, то есть сам близкий человек, оказывается предателем. Она вошла в заговор, она вместе с заговорщиками врывается в спальню, показывает им, куда идти. Таким образом, этот образ дал значительный вклад, в том числе и в евангельский образ Иуды. Близкий человек, бывший апостол, предал своего учителя. Ну а здесь жена предала своего мужа и сама привела, показала путь убийцам во дворце князя в его спальню, куда они ворвались ночью. Вот миниатюра из Розидовской летописи, нападение заговорщиков на князя Андрея Боголюбского. Ему отрубают правую руку. Но я напомню, что сюжет об отрубленной правой руке – это один из ярких сюжетов в истории Андроника Комнина. И, как мы обсуждали, на Туринской плащанице тоже виден след этого на правой руке Иисуса Христа. Мы видим, что летописцы путали. В истории Андроника Комнина была отрублена правая рука. И во множестве других дубликатов тоже говорится именно о правой руке. Но есть дубликаты жизнеописания Христа, где говорится, что были отрублены две руки. Об этом чуть позже мы поговорим, когда поговорим о смерти Азириса. В русской версии, по крайней мере, на миниатюре мы видим, отрублена левая рука. В самой летописи сказано, что было отрублено правое ухо и рука. Не уточнено, какая рука была отрублена. Ну, пойдем дальше. Андрея убили не сразу, его долго мучили. Это следующая миниатюра из розиновской летописи. Здесь надо сказать следующее. На миниатюре эта летопись не изображена, но есть изображение в других летописях. А именно, говорится о некоем столбе, смертельном столбе, около которого оказался еще живой Андрей Боголюбский. И около этого смертельного столба он и был окончательно убит. Это событие дало вклад, конечно, в распятие Андроника Христа, Иисуса Христа на Христе. Иногда тексты говорили о столбовании. Да и в наших текстах говорится, что Христос взошел на крест. А в русской летописи, рассказывающей о смерти Андрея Боголюбского, говорится, что он сидел рядом со столбом сходным, где был убит. Тоже тот же сюжет. Князь взошел на столб и был убит около этого столба. Летопись сообщает, что был нанесен смертельный удар копьем. Это отражено и на миниатюре, которая перед вами изразилась в колетописи «удар копьем». Сказано, что удар копьем был под ребра. Но это в точности, что и говорится в Евангелиях, и в истории мучений и распятия Андроника Христа. Но здесь на миниатюре еще удар под ребра копьем усилен ударом меча под ребра. Вот очень коротко, без подробностей, но тем не менее в суть дела, как был казнен Андрей Боголюбский. Повторяю, что при более подробном изложении этого сюжета особо ярко поступает наложение на жизнеописание Андроника Комнина и евангельское описание «Распятие Христа». Что происходило дальше? Согласно Евангелиям, предатель, который предал Иисуса, а именно апостол Иуда, бывший апостол Иуда Искариот, повесился. Он погиб. В русской истории очень ярко рассказано о наказании и о казни всех тех, кто участвовал в убийстве князя Андрея Боголюбского. Русские летки обращают особое внимание на жену Андрея. Мы видели даже на миниатюре предательницы, которая привела в спальню убийц отражение Иуды Искариота. Это событие дало яркий вклад в историю предателя Иуды Искариота. Более того, повторяю, летописцы описывали, и это было изображено, она держит отрубленную руку князя. Тоже деяние не для слабонервных. Какова же была дальнейшая судьба коварной жены и всех убийц? Я напомню, что, согласно нашей реконструкции, местью за убийство, за распятие Андроника Христа была Троянская война. Через несколько лет после казни, в самом начале XIII века, огромное войско Руси, орды и союзников, которые еще называют сегодня крестоносцы, поступают в Царьграду. Город окружен, осажден, захвачен, и множество народу, которые, как мы сейчас понимаем, участвовали в осуждении и в мятеже против Андроника Христа, были казнены. Троянская война – это месть за распятие императора Андроника Христа, он же Андрей Боголюбский, в Царьграде, в столице царства. Русские хроники тоже отразили это событие довольно ярко. Какова была, скажем, судьба жены, то есть Иуда Искариота? После Андрея Боголюбского по русским источникам в классе приходит князь Михаил, он лично приказывает наказать виновных. Жена была схвачена, Михаил приказал повесить виновную на воротах дворца. Я напомню, что Иуда Искарио сам повесился, ну а здесь по русским летописям был отдан приказ повесить виновную жену. Также сказано, что после этого Михаил, придя в столицу, в наших текстах называется Владимиром, город, владеющий миром, дал приказ схватить всех, кого смогли найти виновных в убийстве князя и зверски их казнить. Они были казнены очень жестоко. Летопис говорит, что всех убийц схватили, им повелели переломать все кости, некоторых повесили, некоторых бросили в короба и уже умирающих бросили в озеро. Казнь была наглядной, показательной, очень жестокой. Так отразилась в русской истории Троярская война, падение столицы и казнь всех виновных в распятии. Вот это очень коротко рассказ про Андрея Боголюбского. Анатолий Тимофеевич, большое спасибо. Спасибо, Светлана, за то, что вы организовали эту передачу. Спасибо всем слушателям, всем желаю здоровья и успехов. До свидания. Наша следующая передача выйдет ровно через неделю. Ждем вас на нашем канале и в Мультимедийном музее новой хронологии в Ярославле по адресу Волжская набережная, дом 45. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова